доброго времени суток всем и сегодня у нас вторая серия нашего прохождения игры subnautica below zero будем пытаться ее пройти в очередной раз прошлый раз мы поиграли 28 минут многим игра нравится очень красочная да и мне собственно тоже загрузочка правда не очень долго но это не помешает нам поэтому потому что мы можем послушать замечательную музыку которая здесь играет еще раз напоминаю всем что вы находитесь на канале панда wants to play подписывайтесь обязательно будет много интересного играем проходим различные игры различной тематике том числе и только что вышедшие новые сборочка у нас июльская 11 498 игра как обычно находится в раннем доступе много не доделано но играть уже можно свои пожелания можете оставлять комментариях я все комментарии читаю на все стараюсь отвечать может быть это нам с вами поможет улучшить наш контент загрузка 103 с такой с непонятный секунд загрузка частей мира 28 главную героиню нашу зовут робин гуддл она ксенолингвист если кто не знает что такое ксенолингвист это профессия которая подразумевает общение с инопланетянами так ну что смотрим у нас есть вода у нас есть аптечки у нас дополнительно появилась 7 чертежей крафтов так микросхема комплект проводов труба плавучий воздушный насос и радиомаяк навигационное устройство удерживает и передает свое местополождение настраиваемое название понятно так и пока добавлены основные чертежи это мы уже посмотрели что у нас еще ног мы не прочитали а а это у нас из прошлой серии осталось здесь аварийная ситуация станции понятно руководство выживания в арктике понятно рабочие документы личное дело сотрудника альтера сэм гуддл сэм гуддл я так понимаю это сестра робин гуддл она находится на орбитальной станции над этой планеты они взаимодействуют между собой здесь ее биография рассказывается но не знает пока не интересно продолжим нашу игру текущих заданий как таковых у нас пока нет поэтому я думаю надо осредоточиться на сборе ресурсов наверное более что многое что нам нужно сделать так как минимум вот хотелось бы сделать сканер в принципе мы его и сейчас можем ремонтный инструмент было бы неплохо но это кристаллическая сера нужно сканер это у нас батарейка идти там местонахождение сигнала загружена в кпк и начальник требует доложить обстановку я замерзла я потеряла все свое снаряжение я не понимаю что вообще происходит но я жива я не вправе сделать еще один сброс погоди к здесь есть аварийный схрон его не трогали с тех пор как разведчики высадились шесть месяцев тому назад должен помочь вышли мне координаты у тебя на экране отлично нам сбросили место какого-то схрона и я так понимаю он нам должен помочь ясно так да значит сейчас мы сделаем сканер нам нужна батарейка это ленточный два ленточника однометная руда и титан собираем ночь ленточники медь там есть делаем батарейку и сканер пригодится так что наверное поплывем тогда к схрону к этому попробуем параллельно посканируем интересные штуки всякие кальцевик мы просканировали бумеранга вместо кальцевика ничего страшного плывем значит к сарону пузырям его заберем очень полезная штука мы его можно есть и можно из него воду делать иди сюда отлично так это что такое бейтинг 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 рапокрыл рапокрыл какой-то такого я раньше не видел рапокрыл этого тоже имбионт какой-то симбионт посмотрим что такое рапокрылый симбионт очень интересно так платоядный рапокрыл пищник среднего размера известны своей способностью плеваться переохлажденной соленой водой а меня молния ударила пока я читаю тут про рапокрыл а вообще просто шикарно дальше большой пузырь на нижней стороне туловища заполняется морской водой во время плавания часть воды отфильтровывается через внутреннюю мембрану оставляя после себя концентрированный солевой раствор два плоских прозрачных и растягивающихся плавника действует как радар отставить радиаторы отводя тепло и охлаждая содержимое пузыря затем рапокрыл может сжать свой пузырь изверхнув переохлажденный рассол и заморозив морскую воду на расстоянии нескольких метров от него хотя теплокровные формы жизни могут получить незначительные травмы при контакте с рассолом он все же недостаточно холоден чтобы заморозить большинство позвоночных настоящая опасность заключается в том то беспомощная заключенная в глобу льда жертва опускается все ближе и ближе к челюстям рапокрыла оценка остерегайтесь полного пузыря пока мы тут читали нас пару раз уже молния долбануло так ладно поплыли дальше значит рапокрыла нужно остерегаться когда у нее полный пузырь будем знать кварц надо собрать обязательно так вот это какая-то большая рыбка у нас тут дырохвост титан дырохвост титан нормально меня кто-то что-то запустил неприятно я чувствую пока я доплыву до этого схрона меня тут сожрут 10 раз так фонаря у нас нет ничего не видно плывем вообще в полнейшей темноте отложение морской соли отложение морской соли то есть все кричит кругом так стремно вообще просто очень стремно так вроде вот мы обогнули айсберг который мешал нам проплыть а вот он схрон отлично нам надо посмотреть можем ли здесь выплыть мы если что то водоросли изучение обязательно ах ты это морская обезьяна украл у меня сканер иди сюда блин ну теперь все я не заберу его назад отдай мой сканер раза иди сюда я говорю лучше отлично надо сканировать ловите к поверхности 9 секунд кислород так три два один ноль все нет успели что это за тварь такая морская обезьяна а травоядные большие морская обезьяна умные травоядные среднего размера проявляющие большой интерес к другим формам жизни и их имуществом необходимы дополнительные исследования для понимания этой формы жизни и ее поведения два пальца как придатки на каждом предплечье имеют наклоненные присоски для простых взаимодействий с объектами их большой бирюзовый гребень состоящий из прочной костной ткани возможно используется в качестве тарана хотя это ни разу не наблюдалось морские обезьяны странствуют по океану почти игриво не опасаясь хищников формируют небольшие гнезда где собирают предметы представляющие для них интерес для неясных целей это можно использовать если мы найдем гнездо там же много интересного может быть оценка изучать с осторожностью понятно так ладно посмотрим что у нас здесь схроне интересного есть так у нас какой-то ящик с данными забираем антизирован чертеж новый компас отлично аптечка хорошо еще ящик с припасами это у нас освещение так тут обезьяны блин они прям везде морские вот зараза ну вообще невозможно блин они прям покоя не дают взяла украла у меня факел че за невозможно блин так у нас голод уже на подходе и 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 так что у нас еще тут интересного есть тут куча ящиков валяется надо все собрать по возможностям и обеззараженная вода отлично питательный батончик хорошо кпк это мы почитаем обязательно начнут нас вот какую-то пещеру 25 секунд кислород всплываем буря никак не утихнет сколько она уже у нас с первой серии все бушует и бушует и молния фигачит а вот она станция висит кстати на которая сестра робин сидит ну не высоко я скажу не очень высоко поплыли дальше к эти обезьяны рядом так стремно все это брать в руки они того и гляди чего-нибудь да украдут это же такие тварь и блин просто я не знаю из бы чего не свистнуть паять перед того на сразу убирать из рук все так кварц немножко взяли больше транспорта отлично фрагмент сборщика транспорта масляный корень внимание кислорода осталось на 30 секунд поплыли 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 из рук уберем на всякий случай задолбает она меня обезьяна так вот и тут ведь что-то еще вижу интересно а еще один фрагмент сборщика транспорта отлично просто просто отлично еще один надо найти мы сможем получить чертеж этого сборщика так питательный батончик очень хорошо но еще интересного есть это что у нас а это у нас фрагмент грави ловушки один из двух нам еще один нужно найти и тогда мы сможем его собрать шикарно просто шикарно вот вот они две обезьяны пошли вон не хочу с вами встречаться ведь секунд так стрёмно вообще я прям очку и так вон он обезьяна пошла вон не хочу встречаться так а вот это чё вот этому не сканировали виолетта лилуая собирать пока эти штуки варц оль оль надо бы конечно в ту пещеру сплавать но что-то стрёмно потом я назад еще выхода на не найду я сдохну там однозначно но все равно нужно будет это сделать добраться с мыслями из плавать так ладно с мы посмотрим все ли мы здесь собрали я вроде больше ничего не вижу еще один заход глянем и наверно запутаем вот она это стремная пещера вообще прям до жути просто так это чего у нас такое дженерик боу английском даже не переведено пока еще рук 5 секунд или богу это чё такое теоман кинест это гнездо кстати обезьяны валим валим назад гнездо обезьяны вот о чем я и говорил если они собирают всякую дичь то можно будет потом использовать и что-нибудь находить там интересное так ладно берем на заметку эту пещеру берем на заметку пещеру и возвращаемся назад будущем сплаваем туда обязательно обследуем ее и ступы известняка разбиваем у нас полный инвентарь нам некуда складывать ладно возвращаемся только ресурсов нормально вообще-то можно пособирать надо почитать по поводу фауны и флоры может быть что-то полезное будет это у нас ничего не сканируется а покрыл и тут опасно истерегайтесь полного пузыря было написано так вот наш дом ладно поплывем домой потому что у нас инвентарь полный делать здесь пока нечего надо все выложить так заходим так чем у нас нового значит у нас появился компас отображает компас на на шлемном целеуказатели то есть сверху у нас появится если ему на его сделаем ну и в общем то все ничего нового пока больше нет тебя нет вру сейчас еще посмотрим чё а ну нет все компас до 1 и какие-то части мы собрали вот главе ловушка одну часть нашлись и переносного сборщика транспорта две части так значит какие данные нам загрузились док для морехода острова с грузовой ракетой сектор и инспектор меня не волнует потеряли ли вы его меня не волнуют даже если вы его украли все что меня интересует это где он сейчас чтобы я мог подшить его в дело если он рассыпался я должен увидеть кучку пыли а видимо какой-то мореход наверное это какой-то подводный корабль потеряли или что-то с ним произошло докер тут наверное 10 а то и 20 бас в радиусе нескольких километров все что отправляется на вэспор проходит здесь я видел полные грузовики алмазов радиоактивные вещества даже тот инопланетный хлам заперт запертых ящиках вы думаете я знаю где тот где кто-то там обронил отвертку инспектор это был полностью оборудованный мореход для вас это может и не стоит траты времени но при масштабе работает организации мое расследование небольшие траты для того чтобы подрядчики альтеры не думали что безответственно обращение с оборудованием компании это норма это дело принципа докер вы корпоративные слушающие всю свою жизнь живете там наверху в роскоши нанимая нас подрядчиков выполнять работу которые сами делать не хотите за деньги на которые бы не согласились а потом еще имеете наглость спускаться сюда и угрожать нам удержанием оплаты инспектор я провожу на планете столько же времени сколько и вы докер я знаю о чем вы говорите мореход влип неприятности в глубинах из вылистых мостов начал сбрасывать модули пилот сказал что оставил корабль где-то на отмели сделайте одолжение сходите и взгляните отлично то есть мореход какой-то где-то был потерян мы можем его найти отсканировать и впоследствии собрать похожий так то у нас из фауны маленький симбионт маленький быстрый хищник который гнездится в жаберном отверстие дырохвоста титана и защищает эту рыбу любой ценой симбионты питаются в основном чрезмерно уверенными в себе хищниками которые нападают на дырохвоста титана потратив огромные запасы энергии на быстрое движение и уничтожение своих целей симбионт становится очень зависим от получения дополнительного тепла и кислорода дырохвоста симбионты откладывают икру в его жабры оставшиеся органические отходы поглощаются дырохвостом которые включают все питательные вещества необходимые для выживания этой рыбы оценка поймать или нейтрализовать чтобы подобраться к дырохвосту титану понятно дырохвост титан большое спокойное травоядное животное которое испускает кислород из своего тела и защищено маленькими агрессивными симбионтами сопровождающими этих рыб дырохвост титан полностью эволюционировал за пределы основных механизмов выживания таких как скорость интеллект или способность к охоте он существует в полупостоянном состоянии невозмутимого спокойствия плывя вперед импульсивно полностью доверяя сложной экосистеме которая его поддерживает оценка ценный источник кислорода если вы сможете добраться на него отлично то есть за счет за счет него можно пополнять свой кислород так ну ладно значит с хрон мы сплавали собрали кое-какие вещи и и и и нам нужно вот это все разгрузить час для места у нас то не особо хватает взять воды обязательно что-то поесть вот это сейчас пожарим едим делаем резины вот на статье питательные батончики и чё так вот это вода одну воду сделаем еще пожарим рыбки съедим ее так ну и все пока на этом сейчас пьем едим все все у нас готово все отлично надо наверное резин ищусь в у нас инвентарь освободился лишним она не будет все равно хранилище потихоньку заполняется надо делать новые которые плавучие у нас такие плаваем по исследуем может быть что-то еще собираем паш попутно что-то пузыри это наше все дан отлично так я наблюдаю какой-то а фрагмент морского глайдера отлично один из трех значит еще два надо найти пить берем кислорода у нас осталось на 20 секунд но вас есть вот такая прекрасная штука oxygen plant мы можем из него пополнить запас кислорода она закрывается и раскрывается когда вновь наполнять кислородом и замечательно мы же можем за счет этого растения идти глубже 30 секунд если мы знаем где она находится буря все так же продолжает бушевать даже она у нас уже закончится так эти рыбки у нас не сканируется или по крайней мере мы их уже отсканировали это что такое у нас арктический песку вот еще вижу это растение кислород внимание пройдена отметка в 100 метров эффективность кислорода снизилась вот мы прошли отметку в 100 метров глубиной представляешь вот ленточники тоже нужны нам для батареек это вообще ценная вещь потихоньку всплывать рискуем остаться здесь на себя так 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 на меня кто-то напал это какая-то взрывающаяся тварь я вижу там какую-то этот платформу какую-то ну-ка-ну-ка сейчас мы к ней вернемся посмотрим что же там интересного я плыву-плыву успею я интересно смотаться до туда или нет койте ну-ка сейчас глянем а кпк у нас какой-то здесь лежит ребризер отлично я открыл новую технологию которая позволит нам еще глубже погружаться это просто шикарно 30 секунд всплываем ой боюсь не успеете успел отлично ну что дамы и господа мальчишки и девчонки на этом наша вторая серия прохождения такой замечательной игры как суд на утику белого зира подходит концу мы продолжим обязательно играть нее потому что она очень интересная красивая вот я напоминаю вам что вы находитесь на канале панда вон ступай обязательно подписывайтесь жмите на колокольчик чтобы его время получать уведомления о выходе новых видео и до новых встреч всем спасибо